Друзья, всем привет из Сочи! Сегодня 5 февраля 2020 год Завтра я поздравлю Павла Иванова, по-моему, фамилия Который попросил поздравить его из днём рождения Завтра поздравим ещё раз Итак, сейчас идёт Матч Зенит-Фенербахщей Я делал сегодня прогнозы, я там сказал, что Зенит не проиграет более 10 очков Что Зенит в двух четвертях Должен набрать менее 20 очков Миня 19, может быть даже Вот он в первую набрал 15, во вторую набрал 17 Я думаю, что вторую половину Зенит будет выигрывать И как бы наша ставка Меньше фора 10 очков Она должна зайти То есть они набрали сейчас 73 очка В первой половине Мой прогноз был 155 По-моему, они должны набрать То есть они должны набирать 80 очков, вполне нормально По 40 очков в четверти я считаю, что они должны Выполнить этот план У Зенита пока не летят трёшки Но летят двушки И в общем, всё ещё впереди Вот тем временем в Еврокубке Столько баскетбола Я просто не успеваю Смотреть Уникс играет с Ритасом Первую четверть выиграл Вторую выиграл Ну третью, соответственно, Ритас пытается взять И в третьей четверти Сушняк Как я вас учил Вот смотрите Уникс Ритас сейчас Восьмая минута 11-11 То есть 22 очка Закономерный Сушняк Смотрите, что касается Зенита Фенербахща Первая четверть 34 очка Вторая 39 Вот здесь Понятно, что уже Сушняк был В первой четверти Но Зенит такая команда Она может Например Ну, наверное, меньше 40 Здесь будет тоже, скорее всего В третьей четверти Но я бы сейчас уже пропустил Я бы единственный здесь взял Либо победа Зенита в третьей четверти Либо фора какая-то на Зенит Но мы немножко увлеклись Давайте Разберем матч, который состоится завтра ЦСКА Олимпиакос Я еще думаю Почему ЦСКА с Эфес Вообще не напрягался Как и трешки мимо летели Оказывается, им надо с Олимпиакосом Понимаете? А Анадалуэфес напрягался С ЦСКА Потому что Вот они сейчас будут играть дома с Жальгерисом Да? Но я, наверное, оба матча разберусь Сейчас, да? Чтобы была почва для размышлений у вас Тем более, что Анадалуэфес с Жальгерисом Стартут в 20.30 А Олимпиакос ЦСКА в 22.00 То есть полтора часа Разрыв И можно заиграть этот матч А потом Другой Вот Параллельно еще будет Эти матч Альба-Реал-Мадрид Я просто хочу сказать Что там, скорее всего Реал-Мадрид Первую половину проиграет Скорее всего Вторую выиграет Как правило Вот таким вот образом Они играют Но давайте все-таки Разберем Олимпиакос ЦСКА Более-менее подробно Значит у ЦСКА не играет Воронцевич и Клайберн Это большая потеря Она сказалась На В последней игре На победу ЦСКА дают 1.30 И как бы Ну Букмекер уверен Значит так оно и будет Скорее всего Но 1.30 брать неинтересно Нам же надо Себе геморрой какой-то придумать Да Чтобы сидеть Переживать Ерзать Вот так вот На стуле Там Зайдет Не зайдет Да Там Пить валидол И так далее А может быть И не валидол Значит по таблице ЦСКА по-моему Идет там Вверху у нас Да Опустился на четвертое место После вчерашнего поражения От Эфеса Да То есть две игры подряд Тяжелых у него получается Так И Значит первое место Это Эфес Потом Реал Потом Блицелона Потом ЦСКА ЦСКА идет в четверке Ему нужно Остаться в четверке Чтобы при посеве Иметь преимущество Своего поля Но еще как бы Играть и играть Там до апреля месяца По-моему у них календарь Вот Олимпиакос на 13 Ну сохраняет какие-то шансы Тоже попасть Вот Тут старый счет Вот ЦСКА с Олимпиакосом Кто не в курсе В 95 году По-моему был такой случай Извините Нехороший Вот Вы На меня подписывайтесь И всем рекомендуйте Потому что я очень много историй В спортивных языках Что очень давно я смотрю спорт С 72 года Да Не буду говорить сколько мне лет Но Явно не 20 Не 25 Сейчас очень много прогнозистов Таких появилось Которым по 20 По 25 лет И они там продают прогнозы Значит В 95 году В розыгрыше По-моему Вот Евролиги Улип Или финал 4 Что-то такое было ЦСКА поехал В ответный На ответный матч Значит В Грецию С Олимпиакосом И значит Греки что Это самое Удумали Есть такое слово в русском языке Удумали Они отравили ЦСКА Потому что не понимали Что ЦСКА их обыграет Тогда в России была сильная Вот И Траванулись Минеральной водой Ну там Конечно Концов потом не нашли Значит У ЦСКА 5 человек вышло Только на площадку Замен не было И Они начали играть Сопротивлялись героически То есть бились Бились Греки не могли Их обыграть никак И судья начал свистеть Конечно В сторону ЦСКА То есть ЦСКА Нахватало персональных И двоих удалили То есть ЦСКА доиграл Четвером А потом и втроем Так вот Даже втроем Когда они играли Там Ну просто Весь зал Стоял на ушах Попробуйте В Ютьюбе Найти этот матч Вот И самое интересное Вы знаете Мой теорий Что когда имя Александр Присутствует То скорее всего Будет что-то Что-то Не очень Приятное Так вот В составе Олимпиакоса Играл Александр Волков Олимпийский чемпион Сеула по баскетболу В составе Заборной Советского Союза Киевлянин Украинец Вот он На тот момент Он играл Он участвовал В этом матче Но куда Это его работа Он же не может сказать Ребят Давайте я буду За наших Или за русских Или за наших Короче говоря Старые счеты И ЦСКА об этом помнит Они будут мстить Сменилось поколение Сменилось Там много чего Сменилось Но они будут мстить Они должны Побеждать И поэтому ЦСКА в гостях Играет очень хорошо Три победы подряд На выезде Семь побед Вообще в принципе На выезде И четыре поражения То есть пока Преимущественно На стороне ЦСКА Олимпиакос Дума играет Ни шатка Ни валка Пять побед В основное время Одна в овертайме Одно поражение В овертайме И четыре поражения В овертайме Теперь мы Значит Сейчас минутку Откроется И просто Вот последние игры Вот ЦСКА выигрывает Год назад 97-81 Потом проигрывает 86-88 81-75 выигрывает 99-96 выигрывает И проигрывает 84-76 То есть из пяти последних Три выиграл Две проиграл Вот еще раз Отматом 83-76 проиграл 78-86 выиграл В двенадцатом Но это было Как бы уже давно Вот И сейчас обратимся Просто к статистике Там конкретно Я вам сейчас все расскажу В доле поперек По поводу четвертей Как они играют В среднем Именно в Евролиге Улеп Значит ЦСКА в Евролиге Улеп Вот в другой таблице Он почему-то На третьем месте Представляете А в той на четвертом Но с Барселоны Дели третья-четвертая То есть для ЦСКА Это принципиально Быть в четверке Олимпиакосу тоже нужно Но тут очки Они не разделят В баскетболе Такого нет Чтобы сыграть в ничью И поделить Или как в овертайме В хоккее Дон Хайл этим очкой А этим два очка Значит ЦСКА восьми последних Потерпел два поражения Причем последняя игра была Извините Дома проиграл 80-82 Я дал прогноз на этот матч Там просто одного броска Не хватило трешки ЦСКА Вот и все Там было 37 бросков трешек Из них 10 долетели 1-11 не долетел А так вот 83-82 И как бы все бы там Позаходило Короче говоря ЦСКА последнюю игру проиграл Поэтому второй матч подряд Вряд ли ЦСКА Проиграет А вот Олимпиакос У него интересность Он последний тоже проиграл Жаль Гирису Причем все четыре четверти Проиграл просто позорно 25 очков Жаль Гирису проиграть Я не знаю Что это такое Это какой-то кошмар Вот в этом сезоне Смотрю Но он давно так не проигрывал И видимо он готовился К матчу ЦСКА Зачем ему этот матч ЦСКА Ведь Джаль Гирис Наверное Наверное проще было Обыграть Джаль Гирис В Литве Вот Но Видимо Олимпиакос Такая команда Может быть и ничего не надо Вот короче говоря Вопрос Вопрос Олимпиакос проигрывал Или два матча подряд Да Проигрывал Вот Проигрывал Барселоне 27 декабря Проигрывает В Испании И дома Потом принимает Фенербахче И проигрывает Фенербахче 87-96 Не самой сильной Команде Прямо скажем Но Фенербахче Кстати Раз, два, три, четыре, пять, шесть Семь Ну уже на девятом месте Как бы да Не такая Не очень слабая команда Но не очень сильная Но сильнее Олимпиакоса Как оказалось Да Вот Поэтому что Более вероятнее Более вероятнее победа ЦСКА Или более вероятнее победа Олимпиакоса Я считаю что Тут нужно отталкиваться От вопроса Что менее вероятно Поражение второй подряд ЦСКА Из этого исходим Вряд ли они проиграют Второй матч Но по статистике Вот они сыграли Восемь матчей ЦСКА И Пять выиграли Три проиграли Из восьми То есть Пять на три Победа ЦСКА Причем ЦСКА Вот если выиграет Олимпиакоса То две подряд Вот он выигрывает В восьмом году И в двенадцатом Выиграл Потом одну проиграл Потом опять две выиграл подряд Одну проиграл Вот сейчас он опять Одну выиграл Первого марта И сейчас значит Он должен опять Вторую подряд выиграть А третью потом проиграть То есть вот такой алгоритм Такой вот Вот так я кстати Играл в спортлоту В восемьдесят третьем году В Москве И каждый тираж, каждую неделю угадывал три номера Из десяти вариантов три номера обязательно мы угадывали Потому что мы использовали все вот эти вот циклы Волны Лиота, японские свечи, все что угодно Рисовали диаграммы И, соответственно, ЦСКА, когда в Москве с ними играет То в основном тоже выиграет Но 30 октября Олимпиакос их обыграл Вот это, кстати, очень важный момент Смотрите, почему мы смотрим на чужом поле Потому что ЦСКА, проиграв дома Олимпиакосу 79, 84, 5 очков Он должен, должок этот вернуть И он его завтра вернет Поэтому букмекеры уверены, дают 1,30 на ЦСКА Но давайте смотреть четверти Мы знаем, что ЦСКА, как правило, в гостях первый четверт отберет А дома первый может и отдать Итак, средняя результативность по четвертям И вообще по тоталам Значит, здесь, в этом матче будет примерно 165 очков набрано Примерно тотал солидарный То есть с этими примерно совпадает Потому что Олимпиакос дома 167 набирает ЦСКА в гостях 164 Вот выводим среднее где-то 165,5, наверное Вот так вот То есть от этого можно отталкиваться И, например, можно вообще вилку заиграть Взять одну ставку поставить 160 больше А вторую 170 меньше Вот и все И какая-то зайдет 100%, может быть, две зайдут Итак, в среднем Олимпиакос дома набирает 84 Но ЦСКА пропускает 78 Олимпиакос дома